Летний лагерь «Одарённые дети Арктики» подходит к концу. Школьники уже углублённо познакомились с олимпиадными заданиями по математике и филологии, которые для них провели приглашённые специалисты высших учебных заведений. Теперь ребята занимаются физикой. Дарина Малафиевская – одна из слушателей углублённого курса по физике. Школьница мечтает стать психиатром-наркологом, и для поступления необходимо знание предмета. Как признаётся Дарина, физика её очень увлекла. Она достаточно интересная, но всё зависит от преподавателя. То, что тут она интересно преподается, рассказывает, всё понятно. Если бы очень рассказывали полные аспекты, то мне было бы намного проще, и это было бы лучше. Занятия по физике проходят в шесть дней. Всё это в рамках программы «Лагеря «Одарённые дети Арктики». Курс рассчитан на обучение школьников решению олимпиадных задач. Специально для этого Центр развития образования пригласил медведительство по физике из Кирова Антона Сорокина. Я приехал сюда, чтобы провести с ними занятия как раз-таки олимпиадные по физике. В рамках того курса, который они изучают. Не секрет, что чтобы решать задачи по физике олимпиадной, нужно знать какие-то методы, приёмы, тонкости. Как раз-таки мы делаем упор на это. Это всё сопровождается экспериментом. Мы с ними ставим опыты, какие-то тонкости узнаём. В общем-то, решаем задачки. Делаем эксперимент. Другая группа параллельно занималась риторикой. Группа из пяти человек. Один из них – Вадим Ломакин. За заслуги по учёбе школьник посещает летний лагерь «Одарённые дети Арктики». Юноше нравится познавать всё новое, особенно эмоции человека. Мне больше всего понравилось то, что здесь можно показать на лице и узнать эмоции человека, которую он выражает сейчас. Большая эмоция ко мне – это радость. Сложнее всего мне было показать любовь. Почему как-то это у нас? Потому что пока не было никаких контактов, наверное. На занятии ребята разбирали листочки заданиям, какой эмоции им показать. Они по одному выходили на импровизированную сцену и старались передать эмоцию с помощью жестикуляции и мимики. К слову, все школьники справились. Это занятие называется «Занимательная риторика». Мы с ними разбираем и понятие эмпатии, и понятие жестикуляции, какие жесты можно использовать для того, чтобы подкрепить свою речь и при этом не отвлекать от главного, от своих слов и от своих мыслей. О том, как правильно выступать, о том, как правильно делать доклад научный или более эмоциональный. То есть как разговаривать с людьми и создавать хорошие положительные эмоции и впечатления о себе. Смена «Одарённые дети Арктики» проходит уже в третий раз. И если в прошлых годах обучением школьников занимались окружные специалисты, то в этом Центр развития образования пригласил преподавателей вузов страны. Я надеюсь, что все те усилия, которые мы приложили в эту летнюю смену по привлечению специалистов из высших образовательных организаций, они увенчаются успехом, и наши дети смогут решать олимпиадные задания намного быстрее и намного успешнее. То есть мы разработали программу так, чтобы дети были подготовлены к защите своих работ, к представлению своих работ, они чувствовали себя уверенно и добивались больших успехов. Добавлю, курс обучения рассчитан на три недели. Четвёртую неделю пребывания детей в лагере организаторы сделают развлекательной. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.